Как-то так получилось, что даже уже федеральные сайты, например, Битлз.ру это заметили и тоже сделали репост, потому что, как выяснилось, это событие не только для меня, это событие для России на таком кандаре не было никогда. Я его начал вообще делать, не думая, что это будет календарь. Мой приятель попросил меня сделать открытки для рок-бара, такой мерч. И когда я начал рисовать эти открытки с большим удовольствием, я подумал, что неплохо бы из этих материалов вообще сделать календарь. А время-то уже шло, и время было, вот я говорю, ноябрь, надо было заранее готовиться, конечно, заранее просчитывать. А я вот просто взял, утром проснулся, решил, буду делать. Сделал именно календарь, и когда я его получил на руки, у меня оставалось уже меньше месяца на его реализации. Не так много людей, как я ожидал, его приобретают. Ну, это может быть связано с тем, что кому-то кажется, что это дорого, хотя цена его две тысячи. Это, конечно, не дешево, но с другой стороны, это два месяца моей работы, это авторская работа. И я бы купил такую модель даже за три тысячи, если бы мне это было интересно, если бы мне была близка тема рок-н-ролла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!